Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй. Сегодня я расскажу вам о том, как быстро, буквально за 5 минуточек, сделать из вот таких коротеньких волосеночек супер длинные и, главное, супер классные волосы. Так, сегодня я вам покажу... Та-дам! Свои волосы накладные. Кстати, мне интересно, кто заметил подмену? У меня было 2 поста с новыми волосами до того, как я объявила, что я снимаю волосы. И у меня было одно видео, Фаберлик, на моем втором канале, где я была уже с новыми волосами. Новостарыми, как говорится. Я их заказывала давно. И видео снимала, обзор очень давно-давно. И вот сейчас решила вам снова показать, потому что у меня сейчас цвет волос как раз-таки подходит под тот цвет волос, который я давно-давно красила. Сейчас все вам расскажу. Напишите пока в комментариях, кто заметил подмену. Мне интересно, потому что никто, ни один человек не писал, Селена, ты что сняла волосы или что-то еще? Хотя они темнее. Они темнее, чем те, которые были. Те, которые были у меня нарощенные, они были прям белые такие, да? А эти другого цвета. Но никто даже не спросил, что покрасилась. Все, наверное, подумали, фильтры и так далее. Ну, а на видео Фаберлик? Не знаю. В общем, перед тем, как краситься, хочу показать вам, потому что мне потом надо будет красить волосы. Давно я заказывала вот такие вот волосы. Теперь я могу четко сказать об их качестве. Что они просто... Качество просто бомба! После моих нарощенных волос я понимаю, что там качество не очень. Эти волосы просто супер! Просто супер! Это вот такие волосы на вот таких вот заколочках, девочки. И после того, как я поносила нарощенные волосы, потом решила вот эти вдруг надеть. Думаю, блин, я уже сняла волосы просто давненько. И я такая, думаю, не буду пока показывать. До того, как видео сниму. Думаю, а как же мне заглинить волосы? Я вспомнила, что у меня есть эти волосы. Вот они. Вот эти волосы славянские, тонкие, классные. И вот эти вот, они уже покрашены. Изначально они пришли... Я сейчас покажу вам. Я выбрала себе несколько прядей, которые думала, буду все время наращивать. И их тогда протонировала. Смотрите, как они сейчас подходят к моему основному цвету. Единственное, кончики тут немного белесые. Но в целом, как бы, если сделать хвостик там или накрутить, не особо сильно видно. Но сами волосы просто бомбезные. И кончики вот такие у них натуральные, понимаете? Не сухие. Это с учетом того, что я их уже мыла, и я их тонировала, девочки. Но это не все волосы, которые пришли. Вот волосы еще у меня вот здесь. Вот они. Сейчас я вам покажу изначальный цвет, который был. Это вот фирма, ну вот вы поняли, да, какая? Я не знаю, я ссылку, если найду, девочки, я оставлю. Это просто было очень давно, когда я еще жила на квартире своей в частном доме. Вы понимаете, да? Я там снимала видео это. Вот изначально они пришли вот такие. Вот такие. Вот. Просто натуральный блонд. Возможно, кстати, я покрашусь. Не, но я покрашусь, у меня будет не такой блонд. У меня будет чуть белый. Поэтому эти надо будет тонировать или еще что-то. И здесь, кстати, у меня осталось. То есть там очень много волос пришло. И здесь у меня остались. Получается одна, раз, два, три на три заколки. И одна на две заколки. Три штуки на две заколки и одна на три заколки. Представьте, это вот мне уже кажется типа лишние. Я их не стала красить. Они типа лишние для меня. Я их потом, может, вдумала в другой цвет какой-то покрасить, да? Чтобы у меня были вот, например, вот этот цвет. Ой, лопнула резинка. Например, вот этот цвет, да? Я там вот те пряди подставляю. А, допустим, белый сейчас сделаю. Я вот эти там покрашу, например. Буду их подставлять. Но этих, наверное, будет маловато. Ну, в общем, я не стала просто все красить. Потому что всех было очень много. Тут еще дополнительные заколочки в комплекте были. Ну, в общем, это я вам показала, что было. Сколько всего волос пришло. Ну, и, конечно, после того, когда я сняла нарощенные волосы и сделала эти волосы, я думаю, боже мой, ну вот какая разница. И мне даже теперь их не тяжело носить. Я вообще оценила их, насколько они классные. В общем, давайте вместе прицепим сейчас. Вешу я их очень легко. И я ничего не заплетаю, ничего не начесываю. Они, в принципе, достаточно хорошо носятся. И даже влог я снимала. Ездила к Ленусе к Хэппи в гости. Я была с хвостом. И вообще ничего не видно. Все классно, все супер. Она даже тоже не заметила подмены. В общем, расчешу волосы. Ну, у меня были чуть-чуть они, кстати, тогда накрученные. Сейчас я крутить не буду. Я отсоединяю вот так вот волосы нижние. Для начала мы сделаем нижние эти прядки. Так вот отсоединяю. Вот здесь. Беру самую большую. Вот самая большая. Она вот так вот сделанная. Вот здесь вот, видите? Все прошито как следует. Четыре штуки. Она самая основная. Немножко подкрученные внизу я их уже подкрутила. И я кидаю их вот на самый низ. Вот здесь вот, где не будет видно. Как раз таки вот, где начинает снижаться голова. Вы поняли, да? Делаю я это вообще просто вслепую. Видите, я ничем не закалываю. И просто вот так вот раз. Вот так вот раз. Оп. Ой, не расстегнула. Вот так раз. Вот так два раз. Все, смотри. Вот. Даже если оно там неровно что-то, это особо не видно, честно говоря. И накладываю свои волосы. Так. Смотрите. Вот у меня уже прядки торчат. Да? Можно вообще еще ниже эту прядку сделать. Потому что у нас еще будет на три сзади. Это не все. Вот такая у меня есть прядка еще. Вы не смотрите, сейчас они немного с сульками. Я их сейчас расчешу. На три она более тоненькая. И я ее кидаю поверх. Делаю еще вот здесь. Например. Где-то. Где-то вот тут. Можно повыше, да? И цепляю. Сначала серединку. И пока. И все. Вот так. Здесь у меня как бы два таких слоя получается. Все. Остальные я уже накладываю по бокам. Потом мы их расчешем. И вы посмотрите. Остальные это у меня по две прядки. С двух сторон. Я вот так вот перекидываю волосики. И примерно где-то вот внизу, мне кажется, надо мне их сделать. Где-то вот тут. Вот как раз уже здесь начинаются мои три прядки. Прямо рядышком мы приделываем их. Так, раз, два. О! Процепили. Конечно, когда ветер и все дела. Нет, это больше для съемок. Когда хочется длинные волосы. Можно в хвост, да? Если хорошо вот так спрятать, поднакрутить, сделать объем. Можно в хвост. Красивый хвостик сделать. Красивую прическу. Длинные волосы сделать. И как раз вот это количество, которое я вешаю на волосы, оно не так тяжело. Если все повесить, то это будет, конечно, тяжело. Давайте с другой стороны точно так же я перекидываю. Отделяю. Вот уже цепляется мое вот здесь вот. Так. Два. Вот так вот. Видели? Наклоняй. Так. Уже хорошо, да? Ну и нам не хватает самую малость. Еще у меня есть по одной прядке. Они такие незаметные. Но как раз таки их не хватает впереди. Малюсик таких. Вот они они. И я их где-то вот здесь. Вот видите, у меня челка такая. Как бы надо из нее, чтобы немножко выпадало, да? Я их делаю чуть-чуть вот сюда уже наверх. И закрываю. И закрываю. Вторую. Теперь вы можете видеть меня все равно с длинными волосами, девочки. Кому жалко было. Хотя все, по-моему, были очень рады, что я сняла свои волосы. Я даже не ожидала. Вот так снимаем. Вот сюда поближе. Делаю. Ну? Никто не заметил подмен. Давайте расчешем волосы наши. Так. Хотя разница есть, да? В цвете. И, конечно, их нужно вот найти один цвет волос. Вот сейчас я буду блондиночкой, да? Уже. Я так думаю, да? И подровняю волосы. Здесь еще они у меня неподровненные волосы. Хотя мне нравятся так, как есть. Ну, немножко надо сделать объем. И... Хорошо тоже, если мои чуть-чуть поднакрутить. Но сейчас я их крутить не буду, потому что я на стрижку записана. Так, смотрите. Ну, волосы сами вот эти вот. Они просто крутые. Они просто классные. Они вот от моих вообще не отличаются. Это ли не круто? А до этого я их не ценила. Представляете, я их очень редко одевала. Есть просто вещи, которые я меряю для вас там на обзоре, на втором канале. И есть вещи, которые прям под длинные волосы вообще космически смотрятся. Какие-нибудь платья, там, знаете, или еще что-то. Ну, в общем, смотрите. Вот, спереди. А длина какая? Не длиннее еще, тоже никто не заметил. Вот так спереди. И сзади. Ну, границы, понятно, сейчас очень видна. Мои немного вытянутые, а эти немного такие волнистые на концах. Видите? Клевенько так. И, в общем-то, пошла я к Ленусик Хэппи. Я сделала вот так вот хвостик. Вот так, смотрите. Красивенький такой. Даже вот можно за ушко. Ой, торчит чуть-чуть. Вот здесь главное вот все поправить, просто сделать. И никто ничего не заметит. Вот, допустим, хвостик вот так вот разделала. Все. Вообще ничего не видно. Вот тебе крутой, у тебя хвостера. Еще я видела обзор, что можно перевернуть голову и нацепить их по-другому. Поняли? Направление. Сейчас они у нас вот так, да? А направление вот так. И сделать высокий хвост. Такую можно еще. Можно сделать косу обалденную, классную. Можно вот так вот просто снять для вас видео с длинными волосами. Да что ж ты торчишь? Неправильно прицепила. Сейчас поправлю. Короче, ну, потому что я собираюсь краситься. То есть, если бы я не красилась, я бы вот так оставила и носила бы эти волосы. Но я собираюсь краситься, потому что в основном, конечно, я буду ходить со своей длиной волос. И мне хочется поярче, поэтому буду краситься. И, наверное, буду перекрашивать и эти волосы. Они натуральные. Их можно укладывать, их можно красить. Вот. В общем, вот такая красота. Напишите, как вам. Хотите? Иногда буду делать, снимать. А, что я спрашиваю? Все равно буду делать, снимать. Потому что мне нравятся иногда длинные волосы. И вот наращивать я не собираюсь в ближайшее время. Трессы теперь это супер-пупер. Кстати, в том салоне, где мне снимали волосы, они делают, они делают из натуральных волос обалденные трессы. Единственное, что они их делают, по-моему... А, нет, и на заколках у них есть. Но они делают, пришивают там к косичкам или к чему-то. У них, короче, они очень тоненькие и невесомые. Поэтому, по большому счету, если что, я могу к ним пойти, отдать вот эти волосы, да. И чтобы они мне сделали как-то там супер-тонко, чтобы мне было видно. Потому что, конечно, на трессах, когда волосы, они вот здесь вот очень плотно наверху делаются. Там прям несколько слоев таких, то есть не тоненький такой, да, а несколько прям слоев. Чтобы они плотно держались, классно были. Ну, в общем, вот. Я снова с длинными волосами. Красота. Ну, конечно, да, если ветер подует, такой хоп. А мы сейчас проверим, смотрите. Слушайте. А ничего не видно? Чуть-чуть, да? Ветер сильный? Я в клей. У меня в голове музыка такая. Кто смотрел? Тик-токи сейчас такая модная. И такая, тык-тык-тык-тык, типа там, меняют. Местами. Асимметрия, асимметрия, асимметрия. Зеркальное отражение, не зеркальное. Короче, ну вы поняли, да? Запачкались. Запутались мои волосы. В общем, жду ваши отзывы. Подписывайтесь на мой канал. И все. И смотрите мои крутые, красивые видео. Буду для вас менять образы. И вообще, наверное, я думаю, отнесу эти волосы, чтобы мне покрасили. Потому что я в прошлый раз, когда их красила, я так намучилась. Трангец просто какой-то. Вот. Дам вам краску и пусть красят. Я сейчас, кстати, и не буду спешить краситься. Я, наверное, сниму так сейчас видео для вас на второй канал. Мне пришли вещи, огромная коробка. Я хочу скорее распаковать. Так что я вот так вот и распакую. Все. Люблю вас, целую. Прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok